сегодня опять работаем основными цветами плюс фиолетовый основные цвета помните у нас синий красный желтый ну и белый конечно вот фиолетовый это уже цвет 2 порядка и работаем опять красками ашановскими самыми-самыми простыми у них там красный далек от идеала вот поэтому фиолетовые смешиванием красного синий получить ну такой красивый фиолетовый не получится здесь нам нужен будет вот этот оттенок фиолетового поэтому возьмем еще плюсом фиолетовый все остальное это желтый красный синий белый и фиолетовый можно перекрыть холст охры если у вас есть но я прям влюбилась в составление цвета самостоятельно поэтому подмалевок сделала как бы смешав желтый с красным капельку красную капельку ой желтый с белым простите желтый с белым с капелькой красный с капелькой синего и получился такого хреста цвет вообще он получается охра фиолетовый плюс желтый беленький сейчас мы делаем вот эти силуэты деревьев которые у нас сверху образца смотрите на референс да ссылка будет и для этого мы смешиваем вот эти не буду повторяться ашановские краски до красный синим с белым получается такой грязно-фиолетовый цвет темный и таким как бы шаркающим движением кисточки то есть у меня там достаточно много краски но я просто привыкла но вы если только начинаете учиться создавайте ну как бы на кисточку берите совсем чуть-чуть краски чтобы она как будет таким тонким слоем шла я приспособилась уже и как сказать не втирая но так вот таким машем движениями распределяю краску и она получается так прозрачно ложится и получается достаточно на длительное количество времени ведь я прям втирать начинает то есть я боком уже сначала начиная с самой верхушки кисточки и потом чуть-чуть наклоняю наклоняя и получается вся краска с кисточки уходит вот делать как вам удобно но у меня в итоге получается достаточно прозрачные вот эти вот эта поверхность которая закрашивается там охристый цвет нашего фона он у нас виднеется практически везде вот нам вот этот охристый цвет он дает такую солнечность поэтому даже если холст где-то просвечивает то он просвечит у нас вот этим охристым цветом извините уж за свет так получилось мне казалось что будет неплохо на видео но вижу что не очень хорошо видно поэтому по комментирую подробно то есть еще расскажу вот эти ашанский красный синим получается такой грязно-фиолетовый цвет и плюс то беленького и получится вот такой вот какой-то серовато-фиолетовый серовато-фиолетовый коричневый цвет и потихонечку добавляя вот ниже там идет посмотрите на образце чуть более в красноту вот этот вот как бы тень до вот этих вот деревьев которые вдалеке и чуть больше красненького добавляем и также проходимся вот красненького я сказал чуть-чуть жестенького то есть все теми же красками очень удобно что всегда все есть на палитре вот и так проходимся вдоль так вот всей картины и дальше будем ниже идти там где у нас поле цветов там мы тоже уходим ведь я даже кисточку не мою то есть я от этого вот темного цвета ухожу добавляю туда желтенький с красненьким с беленьким много то есть практически синего не остается и я прохожусь по нижней части картины сейчас свет уйдет вот этот вот некрасивый так скажем да вы увидите все оттенки которые там уже конкретно до засвечены так сильно ничего смотрите в общем вы картину рассматриваете образец и как бы ну как мы таких как волшебники выключаем этот наш передний план там где у нас основные основные действующие лица нам сейчас нужно обратить внимание на задний план и мы как бы высматриваем а что у нас там на заднем плане да какие у нас там деревья такие достаточно темные а сверху будет такие потертости уже светлее мы их засветим потом и низ там такие основные цветовые пятна увидите они там тоже где-то такие ну как бы в цвета сиены там такая коричнево-желтая так скажем такая пыльная пыльный такой коричнево-желтый цвет вот и где-то чуть розоватые и вот такими прям пятнами я стараюсь вот в этой картине вот вот этот фон мазки делать горизонтально или вертикально и сразу мы с вами задаем как бы такое направление деревья там вот то что мы оставили сверху у деревьев вот эти прогальчики это как будто промежутки неба у нас и мы сейчас туда с вами добавим светло-светло-светло голубые мазочки неба вот но пока сейчас проходимся по низу тени там делаем вернее уже сделали и сейчас такие глубокие еще тени добавляем тоже вот в эту нижнюю часть картины там где у нас с вами цветы и трава и я вот так вот распыляю то есть я не беру много краски ведь даже если я ее взяла ее быстро быстро распределяю то есть такими тонкими слоями как лессировками работаю и стараетесь на не зацикливаться на одном месте прям переходите от одного места к другому достаточно быстро и потом вам будет хорошо видно где чтоб отправить то есть относительно друг другого места сейчас я добавил немного фиолетового и это же тонкими слоями по уже вот этим прорисованным силуэтом деревьев я прохожу в центре как бы вот эту засвеченность деревьев то есть цвет проникает сквозь деревья и стволы деревьев получается такими засвеченными сам свет у нас пока там желтенький но мы его сейчас перекроем и перекрою они полностью все равно там будут видны желтенькие оттенки желтые вот это вот желтый желтенький свет очень классное сочетание мне прям понравилось я в итоге оставила но то что я вам показал вначале это как бы конечный результат то что у нас в итоге получится не стал я сильно ускорять видео для того чтобы я и так работаю очень быстро кисть чуть-чуть ускорила что уж не совсем медленно вот такие потертости видите по краям деревьев получается темно а в центре так прям ну как палевый цвета и получаются такие как просвет меня достаточно крупные не хотелось сократить количество времени вот но получился рано длинный достаточно мастер-класс и вот этим белым с капелькой синего и с капелькой фиолетового то есть вот там какая-то грязюлька у меня осталось на ну грязюлька я имею ввиду что смесь всех цветов вот минимум вот этого всего то что оставалось чуть-чуть голубенького и много белого и получается такой холодный белый но он не белый но вот холодный холодный светло-светло-голубой и вот он нам как раз на контрасте задает эту температуру воздуха да там вроде и солнечные вот эти потертости остаются но в то же время этот холодный воздух смотрится особенно вблизи очень классно там так прям воздушно получается но у меня достаточно много получилось этих прогалках столько не надо я потом их чуть-чуть уберу вот и они мне крупные достаточно получились но я прям вошла фраж мне так нравилось вот я даже вот там где-то в центре ну как сказать середине работа над картиной я прям была в принципе этим довольна но потом когда сравнилась оригинал мне захотелось все-таки приблизить к оригиналу я доработала сделала бледнее но увидите вот вы можете остановиться на любом этапе как только вашему глазу все понравилось не нужно там мучить себя так как никто над вами не стоит вы просто делаете для себя эту работу да прям вот до того момента как не будет глаз радоваться делайте и все это я забыла тряпочку уходила за ней потому что вот до этого момента я вообще кисточку не мыла как так получилось что вся краска распределялась у меня с кисти вот а тут уже дальше я пошла работать другой кистью и понадобилась еще и салфетка вот дальше такой вот красноватый добавила от красной работы ашанский пока цвет и фиолетовый уже использую получается что мы немножко делаем чуть ярче некоторые деревья где-то у меня даже мазну задела белый цвет тоже мне так понравилось не совсем там уместен просто иногда как-то получается такие мазки какие-то что сидишь и радуешься этому мазку вот я их кое-где вот эти веточки прорисовываем не обязательно везде веточки стволы и радуемся обязательно такое счастье заниматься приятным делом салфетка салфетка Почти не смотрю на образец, где мне кажется какие-то деревья сделать более выпуклыми, продвигая-выдвигая вперед. Захотелось мне тут сразу уменьшить, но получилось как-то немножко нелепо, потому что просвечивает, видите, то есть не хватает там вот этой основы темной, ну ладно, это все в процессе, тоже я не зацикливаюсь, я всегда достаточно быстро бегу вперед, а потом уже относительно всей работы смотришь, и если что-то хочется, уже исправляешь дальше. Вот смешиваю все эти цвета, мне прям, я прям кайфую от того, что намешиваю цвета даже, вот охру считаете, еще раз повторю, помните, да? Охру мне почему-то раньше казалось, ну как-то я не задумывалась, что она тоже намешивается очень легко, желтый с фиолетовым и с белым. Вот вам охра. Там просто надо смотреть пропорции, в какой пропорции смешиваете. Вот, а дальше мы намечаем наши, я не знаю кто это, иван-чай или люпины. Я буду называть их, давайте, люпинами, но вот этими цветами, да? Вы меня поправьте, если я неправильно там как-то называла, с удовольствием. В следующий раз, когда что-то подобное буду рисовать, уже буду называть тогда правильно. Вот, мы все те же цвета смешали синий с красным, с белым. И как бы тени вот этих люпинов создаем они, ну такими как цветочками, то есть вот кисточкой набрасываем. И смотрите, вот первые два цветочка там желтый, красный, ой, синий, красный, белый, а здесь еще желтенький мы добавили. То есть там, вот, чтобы они у нас все равно разные были, то есть мы добавляем. И немножко под наклоном, там берем какие-то повыше, какие-то пониже, вот этот верхний ряд. То есть это у нас такие достаточно приглушенные цвета, пока мы работаем, чтобы как бы основу под эти цветы сделать. Они же у нас многослойные, ну такие, как сказать, вот несколько рядов, там вот эти цветочки, какие-то листочки. Мы как раз сейчас основу под это создаем. Я вот тоже просто села и сразу вот одним моментом быстренько за полчаса вот эту вот основу все сделала. Вот. Я очень люблю делать несколько картин сразу, параллельно там где-то мастер-класс записать, какой-то заказ делаю. И глаз не зацикливается на одной работе. И интересно переключаться. Вот. Вот. Поэтому не работаю, ну как бы в один момент только с одной картиной. Вот. Здесь вот желтенького побольше, белого добавил, поэтому так ярко получается. Но еще здесь подсвечен просто у нас. Да, солнышко падает, солнечный день. Осенью, солнечный день. Какое счастье. Прекрасно. То не день, то просто счастье. И посмотрите, там в основном у всех люпинов верхняя часть цветочка. Она так... Блин, наверное, все-таки это иван-чай. Ну ладно, не знаю. Она посветлее, а к низу чуть-чуть уходим, чуть темнее делаем. Но это не обязательно. Можно сделать все одним тоном. Имеется ввиду там красный, синий, белый. И потом уже добавлять оттенки. Здесь я вот уже пошла чуть-чуть светлый, более светлый, да. Вот этот верхний тон делать. Да. Но вы можете сначала делать все-все-все люпины. А потом уже дорабатывать. Но мне вот прям захотелось. Не отказывай себе в удовольствии. Как бы что хочется, то и делаешь. Да. И вам советую слушать себя. И наслаждаться жизнью. Очень классная, как это называется, арт-терапия. Да. Там какие-то дальние тоже оттенки. Где-то там тоже вдалеке следующим слоем. Угу. Класс, я прям кайфанула от этой работы. Обещала вам, что по фото будем уже рисовать. Ну ладно, в следующий раз. Я прям что-то увидела ее. Мне захотелось с вами ее создать. Мне кажется, я уже записывала на такую картину мастер-класс, но с удовольствием рисую еще раз. Просто как-то мне захотелось. Даже нисколько не расстраиваюсь, что повторяюсь. Там, по-моему, рисовали большую, что-то двухметровую картину. А здесь 50 на 70 небольшой размерчик. Просто наслаждение посидеть, пораскрашивать, порадовать себя. И себе украсить такой картиной помещение. Ух. Так. Не хватит, не стало хватать мне света. Я включила еще и свет. Солнышко все ушло. Так. Ну вот мне уже нравится. Конечно, это только самое начало. Тут еще ничего нет, но все равно. Жаль, что нет возможности прям сильно приблизить. Вот сейчас вам показать. Там прям вот эти вот просветы сквозь деревья. Так кайфоваться вот этим всеми этими бежевыми потертствами. Ну, как бы вот этот подмалевок, который у нас был. И делаем нижний ряд теперь люпинов этих цветочков. Тоже тут их несколько. Обратите внимание, там их, по-моему, чуть больше, чем я сейчас нанесу. Я тут, по-моему, внизу 3-4 штучки сделаю, но, по-моему, там их чуть побольше. Я потом уже в процессе буду добавлять. Потому что у нас тут внизу много всякой травы, вот эти заросли. Их тоже в несколько раз сейчас буду рядов то засветлять, то затемнять. Ну, вот эти вот цветочки, они рисуются достаточно однотипно. Да, нарисовал одну-два, а дальше уже просто даже не глядя, примерно смотришь, где лучше разместить. И быстро набрасываешь. Тем более, что у нас это с вами только первый слой. Мы с вами быстренько-быстренько, не останавливаясь, работаем. Тем более, что краски не надо искать. Все есть. Все на палитре. Да, я уже стала рисовать чуть травку. Вот это место там такое засветленное. Но и вот пока еще рука не встала, не понимаю пока как. То есть чуть больше сделала свет, и они такие достаточно широкие получились мазки. Эта кисточка веерная. Вот. И она новая. И она цепляет очень много краски, и получается так широко она кладет цвет. Вот. Именно с этой целью я не выбрасываю никогда старые кисточки. У меня есть такая же верная кисть, только старые там три волоса в четыре ряда. Вот ей, потом я догадалась, вспомнила про нее, увидите. Я вот ей стала потом рисовать. Прям шикарно. Можно на самом деле вот эти все мазочки создавать тонкой кисточкой. Просто на это уйдет чуть больше времени. Ну и что, если есть время, возможности, желания, можно тоненькой кисточкой вот эти вот все потертости, вот эти все как бы травки создавать вообще без проблем. Вот. Либо как я. То есть, даже если мы вот сделали с вами такие широкие мазки, ничего страшного. Там, где у нас широко, мы можем пройтись и потом что-то закрасить, разбавить, увести обратно в цвет фона. Вообще не проблема. Никогда не останавливайтесь, вообще не расстраивайтесь. Акрил вообще шикарная краска. Перекрывается только так. Высыхает быстро. И можно сразу поверх работать. Ну и не настолько быстро, чтобы ты не успел что-то подправить. Вот она прям универсальная. Я фанат акрила. Поэтому. Да. Вот. Ну и здесь я уже решила, что нам достаточно можно хорошо вот этих потертостей побольше сделать. А потом уже в темноту тоже уведем. Вот. Ну и все равно достаточно много, когда рисуешь одну и ту же картину, немножечко уже замыливается глаз, устаешь. И уже хотелось чуть перерыв, так скажем, сделать. То есть вот этот этап у меня почти закончен. И дальше уже будет следующий этап. Уже я там на следующий день начала именно с этой картины работать. Вот. Ну мне уже вот нравится. Я вот сейчас смотрю. Тут понятно, что еще и люпины никакие, ничего не прорисовано. Но вот так прям нежно, кайфово. Такое тоже имеет место. Почему нет? И я планировала, что это когда посмотрела, думаю, какая быстрая картина. Сейчас я еще разок сяду. А потом мне захотелось еще доработать, еще. Но нет предела совершенства. И в итоге так в час мастер-класс у нас и вышел. Даже полтора. Ну ладно. Всем, кто спит под мой голос, опять спокойной ночи. Во всяком всем остальном, добро пожаловать. Давайте трудиться. Пальчиковая техника, как же без нее? Нанести краску и разнести пальчиками. Шикарно. Да. Что-то я добавляла там какие-то цвета. Видимо, закончились. Наверное, белый. А, нет. Ага. Ну и продолжаю вот этой новенькой кисточкой. Так я что-то забыла про ту свою обгрызенную. Она шикарная. У меня даже, когда вытираются там какие-то большие кисточки этим флейц, я просто ножницами верхушку обрезаю. Получается такая кисточка с коротким ворсом. Тоже в некоторые моменты очень даже шикарно подходит. Просто прям тема. То есть они у меня пока не развалятся совсем кисточки. Я их вообще не выбрасываю. Так классно. Вообще, когда становишься предпринимателем, ну или там работаешь самостоятельно, учишься делать из ничего все. Это так кайфово. Просто обожаю. Глава работает совсем по-другому. И когда ты занят и бухгалтерией, и наемом работникам, и увольнением, и подбором команды, и выдерживаешь какие-то внутренние разборки других людей, что-то еще столько, конечно, кайфово сейчас. Обожаю. Итак, второй день я беру еще один красный, который у нас Vista Artist. Он там более идеальный, более приближен к такому среднему красному. Потому что вот этот, который Ашановский красный, он с желтым, с белым, зачем-то они его сделали, он сложный. Вот с тем красным какие-то яркие оттенки не сделаешь, то есть они будут такие все пастельные. А нам этот верхний слой у люпинов, он должен быть поярче. И поэтому нам нужен такой красный цвет без примесей, чтобы при смешивании там с синим, с белым он нам давал именно какие-то, ну, нужные яркие оттенки. Поэтому вот у меня где-то были остатки вот этого Vista Artist, и я его взяла. Вот, и работаю сегодня уже вот этот красный, а все остальные Ашановский, все то же самое. И тоже подбираю, ну, тоже намешиваю все цвета, никаких годовых цветов нет. Вот, и здесь мы уже как бы прорисовываем нюансы. Уже работаю маленькой кисточкой. Не знаю, нужно ли вам вот эти мои комментарии. То есть здесь у меня вот эти белый с красным смешиваешь, вот он уже такой холодноватый розовый получается, наносим. Добавили капельку желтого, получается такой веселый розовый. Вот, и проходим с таким меленькими мазочками, оставляем, чтобы просвечивал у нас и предыдущий слой. Ну, и как бы чем ниже спускаемся, тем более чуть темнее берем оттенок. Вот, смотрите обязательно на образец, и глазками то на образец, то на свою работу. И проходитесь дальше. И должны, естественно, у нас с вами люпинчики, цветочки отличаться. Они у нас все разные, так же как и мы с вами, да, люди. У каждого там какой-то... Ну, по-другому, как у нас черты лица, так же у цветочков там и листочки расположены по-разному, бутончики. И так же оттенки вот этих всех бутончиков, они немножко отличаются, поэтому... И должна быть такая легкая художественная небрежность. То есть мы быстро-быстро работаем, работаем, не вымочиваем картины, да. И так же оттенки. Конечно, с самого лего были цветочки мне не очень удобно рисовать, потому что я сижу вообще совсем-совсем сбоку. Конечно, немножко устаешь, когда картину не видишь полностью, хочется вам максимально показать. То есть я развернула прям максимально прямо, но получается, что я сижу прям сбоку-сбоку. Вот, поэтому сложновато еще отсвечивать чуть-чуть там. Ну, ладненько. Так и хочется ее развернуть к себе. Ну, ладненько. Ну, ладно, ничего. Нормалненько. Ладненько. 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 Продолжение следует... Да, теперь будет просто много-много-много этих миленьких мазочков. И обязательно, чтобы у нас просвечивал предыдущий с вами фон, чтобы такая объемность создавалась. И мы помним, да, что у нас ближние элементы все такие яркие, немножко вока, можно даже размытый. И не в самом конце, а ближе к концу я добавлю еще второй ряд, хотя надо было сделать его тоже сейчас. Вот, но как-то я почему-то его отложила на потом. Второй ряд это то, что у нас будет за. То есть получается мы как бы предыдущие, ну самые вот основные действующие лица у нас вышли с вами. А то, что за ними какие-то, хоть несколько второстепенных героев, пока вот их нет, но ничего. Здесь прям без синего работаем, то есть такими яркими цветами. Белый, желтый, красный. Ну достаточно много белого. Вот, то есть у нас этот слой, он такой яркий. А, нет, фиолетовый я немножко добавляю. Угу. То есть смотрите, видите, здесь вместо, забыл я чуток, то есть все равно нам нужны приглушенные оттенки. И мы делаем, то есть у нас то, что ярко, там белый, желтый, красный, да, в разных пропорциях. А чтобы чуть-чуть затемнить, мы капельку фиолетового добавляем, вот этого нашего яркого. Вот, то есть он нам не делает грязно, он нам делает такой, ну как малиновый цвет. То есть, да, бордовый по-другому, да. В какой пропорции смешаешь, такой примерно и получится. То есть, здесь мы убрали с вами этот красный Ашановский, который нам грязь делал. Ну, это так уж я называю. На самом деле он тоже хороший. Приспособиться просто надо. И как бы красные оттенки, там, или фиолетовые не будут яркими в картине, если вот только ими пользоваться. Вот. И этот у нас цветочек сверху у нас получается с листочками, с лепесточками, а ниже по стволу он такой голенький. То есть, там такие лысенькие вот эти веточки, на которых нету ничего. Ну, тоже классно, что они у нас это все есть, потому что картина получается такая разноплановая. Можно было еще где-то такой же добавить, но вот у меня будет один такой лысенький, остальные вот они такими шапочками все стоят. Вот, и веточки не делайте ровными, одинаковыми, они должны у нас в разном направлении смотреть. Я как основу стала добавлять, то, что там сзади какие-то лепесточки, там я посмотрела какой-то красноватый фон. И чуть добавила, тоже мелкая кисточка разнесла. Угу. Да, еще вот мне сразу захотелось добавить, видите, сразу по ходу добавляем еще лепенчиков. Да, чтобы у нас такое было полное-полное поле цветов. На улице сейчас так классно, тепло, хотя уже 30 сентября. Ну, сейчас задождит, как раз нас будет с вами радовать, вот эта наша такая картина яркая будет висеть. Нет, ничего не я не пропал. Расскажите, а вы как рисуете цветами, прям полным-полным набором, и коричневый, и окра, и сиена, все используете, да? Или все-таки пытаетесь вслед за мной, ну или сами, не вслед за мной, сами смешивать цвета, как вам вообще вот это? Или нравится полная палитра максимально уже готовых смешанных цветов. Интересно было бы узнать. И здесь вот на этом люпинчике более крупные мазочки у нас получаются. Вот, он у нас такой, не самый главный, просто нам, он вроде, ну, первый ряд, вот этот основной, как бы, не первый, а основной вот этот ряд у нас, которые главные действующие лица, но он все равно немножко так в стороне, и он все равно чуть более второстепенный, что ли, чем остальные. Дальше. 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 Спасибо. Вот такие сложные, но долгие картины, или, может быть, подбирать какие-то совсем быстрые, небольшие, как вот вообще интересно, что интересно было бы смотреть. Потому что мне интересно все, просто здесь настроение было вот на что-то такое с большим количеством элементов, но можно что-то крупное, но быстрое. У меня есть, кстати, телеграм-канал, вот, если что, с удовольствием буду принимать ваши пожелания по созданию или разбору каких-то картин, и делаем с вами с удовольствием. Это такие маленькие цветочки, похожие, знаете, на цветочки чеснока, я даже не знаю, наверное, это что-то другое какое-то растение, я не очень разбираюсь в цветах. Ну вот такие тоже у нас меленькие по всему, по всей картине, по всему холсту, и сверху, в верхнем ряду, и внизу где-то в траве они у нас будут немного. А, да, забыл я вот этот еще, люпинчик, он у меня так как-то всякий. Но он тоже у нас как среди основных, поэтому его тоже прорисовываем, и потом уже перейдем в нижний ряд. Вот эти маленькие кисточки, так люблю синтетические, но чтобы у них обязательно ворс был такой твердый, упругий, а в этот момент не могла никак найти, они такие были все, те что тонкие, они все такие ложатся, мягкие, какие-то не посмотрела я материал, набрала, и их достаточно много. Вот так вот, если что-то не нравится, можно прям с сырой тряпочкой стереть. Классная краска, быстро все высохло, ну первый какой-то слой, да, и практически сразу можно верхние слои подтирать, убирать, чтобы не было необходимости перекрывать их. Универсальная краска, шикарная. Совсем не обязательно использовать, естественно, ашановские краски, я просто хочу вам показать, что даже с самыми простыми, недорогими материалами, можно такие достаточно интересные картины создавать. Продолжение следует... Продолжение следует... Интересно много среди нас мальчишек, основные девчонки смотрят или, ну не мальчишки, мужчины, не знаю как вас называть, простите. Тонкая кисточка уже начала проходиться, она такая достаточно упругая, но толстоватая, но зато вот кончик у нее такой тоненький, решила попробовать, травинки такие достаточно крупные, поврисовывать, над фоном поработать. И делаем здесь такие светлые оттенки, много белого, немножко желтого, немножко красного. Чуть-чуть они как закругляются, можно даже немножко такие кудрявые поделать. Они там тоже есть в фоне, если рассмотрите, все это что там видно. И так далее. Продолжение следует... И нижний ряд люпинов тоже прорисовываем, проходимся, пробегаемся достаточно быстро. И если где-то захотелось, можно сразу еще люпинчик добавить. То есть у меня вот сейчас три основных, еще один добавлю, а потом еще дашь парочку этому добавлю, по-моему. Несколько дней назад записала просто это все уже. Сейчас монтирую, сегодня 30 сентября. 2022 год. Класс. 10 лет, как я занимаюсь. Всем этим. Крут. 16 лет. 15 лет. 18. 20. 20. 21. 20. 21. 23. 19. 24. 24. 24. 24. Продолжение следует... А в декабре будет 10 лет, как я ушла из таможни. 4 декабря, красный день календаря, праздную каждый год. А сейчас такая круглая дата. Я не хочу сказать, что там плохая какая-то работа, но совсем не моё. К счастью, мне повезло, что появилась возможность работать самостоятельно. А кто-то так всю жизнь. Хорошо, если это любимая работа, я прям только за, но если приходится терпеть, потому что я долгое время терпела. Так всю жизнь мы терпим, да? Отношения с нелюбимыми людьми бывают такое, да? Какие-то... Бывают... Абьюзерские отношения со стороны родственников. А нужно просто пойти своим путём. Так классно. У меня до сих пор много кто из родственников не понимает, не принимает. Да, как у многих, я думаю, тех, кто идут своим путём. Какие-то хамства, унижения. Просто главное не обращать на это внимание. Сложно, конечно, но жизненно и необходимо. Очень важно бороться за свою жизнь, за свой выбор. Иногда думаешь, что борьба, она с внешним миром, да? С какими-то... А оказывается, нет. Основные противники твоего развития, где-то очень-очень рядом. И им противостоять сложнее всего. Сил на это найти. Потому что одно дело каким-то левым людям сказать, чтобы шли куда-то. Родителям, другим родственникам сказать, это очень сложно. Но необходимо. Ну, либо другой выбор терпеть и жить дальше. И так тихо умирайте. Но нет, это не наш путь. Хочется, хочется, вернее, хотелось. Попробовать узнать, на что ты способен. Где предел твоих возможностей. Естественно, у меня еще все впереди. Но вот этот момент очень сложный. Надо было обязательно-обязательно пройти. Такая школа жизни, конечно, очень круто. Последние 10 лет это прям самый кайф. А уж последний год. Когда живешь без хейта, без абьюза, без какой-то злобы вокруг. Это просто счастье. А нужно было перестать общаться. Брать все это. Вот и все. Такое. Вот так. Продолжение следует... Единственный момент, как бы вот на данный момент, с чем я стараюсь как бы работать, когда ты живешь под давлением внешнего мира, внешних обстоятельств, ты хочешь не хочешь, ну не знаю, по крайней мере у меня так сложилось там, с самого моего детства, с самого рождения, ты как бы противостоишь вот этому, вот этой злобе и агрессии, и ты в этом развиваешься. Ты учишься не обращать на это внимания, где-то игнорировать, где-то обходить, улыбаться, как бы, но делать свое. И в этом противостоянии развиваешься, тебя как бы мир толкает. А когда ты убираешь всю гадость из жизни, то получается, что ты абсолютно свободен и развиваешься как хочешь, и нету этого давления. А я-то уже привыкла развиваться в том, что на тебя давят. И вот сейчас, как это ни странно, такой сложный момент, двигаться не от какой-то гадости, да, а к цели. Только цель, но тебя ничто тебе не мешает. И вроде бы кажется, что как раз ты свободен, но вот для меня, так как ситуация непривычная, я пока в этом, пока наслаждалась вот этот год, вот этим блаженным состоянием отсутствия давления. Вот, а сейчас уже, естественно, надо двигаться дальше, уже расти над собой и делать следующий шаг. Именно вот это здоровое движение не когда на тебя, тебя сзади какие-то обстоятельства, жизненная ситуация давит, толкает, а когда ты движешься к какой-то цели. Вот это вот шикарно. Сейчас. Я раньше многому всему научилась, в том числе тоже. Вот сейчас, кстати, кисточку я взяла вот эту свою, которая облезлая. И она такая и тонкими мазочками делает, и толстенькими, в которой там три волосины в четыре ряда. Вот. Села под картину, потому что у неё вообще неудобно сбоку рисовать. А спереди самое то. И делаю вот такие вот яркие, да, травинки. Заходят немножко на цветочки, на люпины. Вот. Перекрывают какие-то тёмные пятна. Ага. Угу. 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 И потом также мы сверху добавим еще ярких темных оттенков от этой травки, и получится у нас сейчас вот светлая, потом темная, и потом опять светлая, и потом опять темная. Ну, видите, потому что я вроде закончу, но мне захочется потом, повторюсь немножко, что я работаю такими небольшими отрезками времени, чтобы не уставать, и не надоедала, и переключаюсь там на следующую работу. И также здесь работаю там 30-40 минут, и дальше за следующую работу берусь. Поэтому отрабатываю уже как бы на следующей, так скажем, встрече с картиной. Ну, мне и сейчас вот уже нравится все. Понятно, что еще нужно доработать. Но такой вариант картины тоже очень себе. Прикольный так тепло, летний, по-летнему. Да, долгий, конечно, мастер-класс получается опять. Надо как-то мне даже большие мастер-классы ускорять, ускорять. Не в плане скорости видео, да, не видео ускорять, а просто свою работу. Находить такие способы, а это возможно, всегда возможно. Да. Главная цель поставить? Много чего казалось невозможным, но... Жизнь показала, что я вот все, что запланировала в своей жизни, у меня все есть. Это так шикарно. Просто планировать надо более грандиозно. Просто когда в начале вот... Выбора целей, когда ты их только, ну, как бы осознаешь в самом начале, думаешь, вот это невозможно, ну, вот это вот допустить. Ну, в общем, любую цель, она кажется большой, необъятной, недостижимой. А потом, когда ты начинаешь туда двигаться, а мир всегда, не знаю, ну, по крайней мере, я на своем опыте могу сказать, что люди хотят помогать. Мир движется в твоем направлении. Потому что не так много людей, кто... Кому-то что-то от жизни надо. И кто-то верит в жизнь, в себя, в других людей, в обстоятельства. В основном как-то очень много кто опускает руки. Но мы же с вами не такие, да? Вот. И поэтому выбираем цель. И очень важно убрать вот эти сомнения. Я понимаю, что это очень банально звучит. Но вот именно сомнения не все портят. А важно научиться прям убирать любое сомнение в том, что что-то не получится. Или мозг у нас такой, он беспокоится за нас, он нам придумывает какие-то страхи. Что может вот это произойти, то произойти. Вот. Научиться именно это все дело убирать. А тем временем я такие красно-коричневые травинки добавляю. Но они больше цвета люпинов. Опять мы с вами используем красный-синий. Можно уже красный-ошановский взять. Он нам как раз такую немножко серость добавит. И белый, то есть чуть больше красного берем. И он такой получается не яркий у нас, а как раз то, что нужно. И добавляем вот этих травок кое-где. И еще очень классно, как слежу за собой, как какие-то страхи, которые были, или какие-то неумения, ну не знаю, там, общаться с людьми, выстраивать какие-то отношения, решать проблемы. Это просто продавать. Я раньше даже представить себе не могла, там, назначать цену, говорить цену, договариваться о цене, обсуждать, торговаться, там, добавлять какой-то новый товар, какую-то новую услугу. Итак, отдохнули немножко, следующий день, следующий этап. Мне хочется сделать вот то, что у нас сверху деревья, чуть более размытыми. Они у нас темноватые такие, я хочу их более, ну, высветлить. И фиолетовенько немножко добавить. И немного убрать вот этих наших кучу просветов. Да, у нас достаточно много. Немного буду заходить на люпины, на этот наш слой, но мне захотелось подправить. Вы можете это не делать, мне кажется, ярко тоже хорошо. Вот, но я как-то посмотрела на оригинал, и мне захотелось максимально приблизиться к нему. Конечно, не полностью, но так. И мы фиолетовенький добавили, то есть у нас получается красный, синий, белый и чуть фиолетового туда. Да, беленького побольше, красненького. Ищем тут, который нам нужен. Ну, такой нам нужен серовато-фиолетовый цвет. И широкой этой веерной кисточкой проходимся, и такую дымку создаем. Вот. Чтобы не нависали у нас так деревья, а ушли немного. Ну, как немного, достаточно хорошо они так у нас ушли. Вперед. И чуть-чуть убираем просветов. Да. Пальчиковая техника, как же без нее. Сегодня, кстати, была в больнице для онкобольных детей. Я иногда к нему приезжаю проводить мастер-классы. Такие классные, обожаю. Ну, любые дети классные вообще со всеми. Прикольно общаться. Они такие, не знаю, непосредственные все. И здесь тоже общаешься. И больше все равно как-то расстраиваются врачи и родители. Дети, они... Ну, они и есть дети. Так же все смешно, легко общаются. Общаются. Понятно, что им больно, неприятно. Они с капельницами часто очень сидят. Вот. Но... Очень классно встречаться, общаться. Очень, конечно, жалко, что такие маленькие детки так мочаются. Потому что... Ну, и взрослых, естественно, жалко. Да и деток тоже жалко. Вот. Ну, как жалко. Не жалко, никто из них жалости не то, что не заслуживает, а и не хочется такое дурацкое к ним чувство определять как жалость. Ну, как бы я сожалею, что именно в их жизни произошла эта трагедия. Потому что... Все должно быть здорово и счастливо, веселиться, гулять, играть. Получается, что приходится очень много в больнице времени проводить. И мне очень приятно всегда приходить, общаться. И там тоже вот мы с ними рисуем. Тоже акрилом я их учу рисовать на холсте. Очень часто детки рисуют там с мамами. Потому что если там совсем маленькие, там 3-5 лет ребенку, то, конечно, ему просто дают кисточку, он как бы участвует. Вот. Но мамам, конечно же, тоже хорошо отвлечься от этого всего. Поэтому прям с большим удовольствием. Даже врачи приходили ко мне рисовать так приятно. Да. Они там жизни спасают. Вот. И мне хотя бы их немного порадовать. Просто счастье. И я очень рада, что меня туда приглашают. Потому что хочется как-то миру делать добро, приносить. Вот. Не только получать, да. Мне очень мир помогает. Очень. Столько классных людей. Все мои, в течение жизни, все мои наставницы. Как бы очень много добра. Слава Богу. Потому что, как бы, поддержка взрослой женщины, там, какой-то более мудрой. Это, ну, где вот ее еще получить, как бы, если нет возможности среди близких, да. То есть жизни преподносит вот такие вот классных людей. И хочется и самой как-то нести миру тоже добро. Вот. И очень рада, что меня туда приглашают. Все у них там вот это вот сейчас, я не знаю, как правильно, заучь по какой-то вот этой работе. Повне классной. Или как правильно назвать. Но которая занимается именно организацией, каких-то мероприятий. Я могу сейчас ошибаться, Лариса Алексеевна, вот, она прям у них там и организовала какие-то фирмы, привлекла. И каких-то мастер-классов у них сейчас проводится. А раньше говорить там не было этого всего. Просто детки лежали в палатах и все. А сейчас у них там ремонт сделали. Прям очень много, на самом деле, кто помогает. Очень много неравнодушных людей. Прям здорово. Ну ладно, рассказываем зачем-то про свою жизнь. Вот. А тем временем мы сделаем с вами вот этот задний фон. Тоже такими, да, сделали. Затемнили, чтобы наши цветочки вышли сюда. Вернее, мы сначала высветлили, а потом низ чуть сделали более темным. И затемнили на нашей травке тоже какие-то вот эти вот помятости на траве, так скажем. И нам останется еще сверху добавить траву. Как это я отошла, то есть вам тоже рекомендую. Периодически так вы создаете картину, делаете что-то, а потом немного отходите, смотрите. И где-то что-то сглаживаете, где-то что-то перекрываете. И вот так вы видите. И вот теперь мы с вами делаем вот эти вот на задний фон люпинчиков, то есть мы там фон сделали темный, и теперь красно-синим из чуть-чуть беленького, и получаются такие как привидения, такие призраки люпинов. И немножко верхний слой этих люпинчиков мы засветляем, высветляем, чтобы они уж не совсем были тенями, немного их все равно нужно вывести вперед, чуть-чуть. Угу, пальчиковая техника, как же, как же. И подправляем наши вот эти люпинчики, которые были до этого, но так как мы подправляли фон, мы немного заходили на них, поэтому не забудьте обязательно их подправить, если будете делать так же, как я. На самом деле вот это подправление, это бесконечный может быть процесс, потому что постоянно хочется что-то улучшить, добавить, но вот надо научиться в какой-то момент говорить стоп. Я, если честно, потом вот закончится видео, и я, если честно, потом села прямо перед картиной, немножко подправила там вот сверху дерево, вот там где тени, видите, вот совсем какие-то фиолетовые, немножко их сгладила, вот, и внизу что-то тоже подобавляла, дополнительно какие-то люпинчики, я уже не стала это снимать, это буквально прямо быстро-быстро-быстро, то, что мастер-классы так долгие к тому, что вы оставляете картину на следующий день, приходите, сравниваете с оригиналом, смотрите, что можно подправить. И если нравится все, заканчиваем, если нет, то еще чуть-чуть подобавляем, но вот как бы вот пока вашему глазу не станет классно. Но не такой степени, чтобы уже прям идеально, я говорю, то есть можно, можно в какой-то момент остановиться уже, и нужно сказать себе стоп, все, хватит, вот на этом этапе достаточно. Тоже это надо почувствовать, научиться этому. Я помню, по первости как бы из-за переживаний я делала одну картину там две недели. Мне казалось, недостаточно хорошо, недостаточно хорошо. А хочется же все самое лучшее отдать заказчикам. Но это уже было давно, десять лет назад. Но вспоминать классно, все этапы классно вспоминать. Так, отходим, смотрим. И заново пробегаемся по травкам. Кого же без травок? Без травушка, муравушка. Вот там опять сейчас сделала чуть больше светлого, да, такой толстый. Ничего. Берем потом кисточку тоненькую и убираем. Ну, либо так как я возьму цвет потемнее и уберу все лишнее. Той же кисточкой вот этой вот своей облезлой. Как она называется? Веерная, которая... Ой, я не знаю даже сколько ей лет. Я говорю, там вот надо было мне на видео поднести немного поближе к экрану, к камере. И показать, какая она прекрасная, смешная. Ну, ничего. Видите, как у нас вот на этих темных пятнах смотрятся травинки. Прям шикарно сразу светятся. Если бы у нас на светлом фоне, да, мы их добавляли, то они не так были бы видны. А тут просто кайф. Вот можно взять тоненькую кисточку и еще вот кудрявеньких таких поделать. То есть, ну да, сначала еще пройтись красноватыми, розоватыми оттенками тоже, чтобы немножко сгладить то, что мы с вами сделали, да, если где-то сильно ярко получилось. Ну, вообще, в целом, такая сочненькая получилась картина. Классно. У меня там уже стоит следующая подмалевка с готовым подмалевком. Полтора на полтора метра. Волна. Тоже крутая. Не знаю, вот записывать мне ее на видео или нет. Она огромная, полтора метра на полтора. Это будет постоянно моя спина. Наверное, нет, не надо. Так, подправляем то, что у нас еще осталось неподправленным. Не забывать везде-везде посмотреть. Где-то что-то вы фоном подправляли, задели. Надо обязательно вернуть на место. Ну или добавить что-то, чего не было. И здесь кудрявеньких уже беленьких можно добавить. Таких, которые совсем кругленькие. То есть не только заворачиваются как бы такой дугой, а прям вот кружочками. Тоже они классно смотрятся. Где-то какие-то травки примялись, где-то градом прибило или еще как-то. То есть они такие у нас тоже добавляют такой живости. Оставьте. Она просто усынованной. Понимаете. Его следовала. И вы ровно говорят на месте. А если, чтобы я не говорил, что я долженuvessить, что вы не знали, что это не может строить. Лучше в тяпыре. Хорошо. Звучит тяпыре в тяпыре. Последние штрихи. Не забудьте боковины в цвет сделать, да? И все, любуемся готовой работой. Да, холст у меня заранее был подготовлен, поэтому такие шраховатости вы видите. Я делаю отдельно еще и фактуру, надо будет рассказать. Вот потерците, видите, видно желтенький сквозь голубенький свет, там где сквозь лес. Так объемненько все фактурненько смотрится. Продолжение следует. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!